Следующий документальный проект, который мы сейчас посмотрим, удивил даже меня. Последние исследования ученых говорят о том, что шаровая молния, о которой все знают, но, к счастью, мало кто видел, может быть ничем иным, как плазменным оружием. Причем не исключено, что в ряде случаев это оружие кем-то искусственно создано. Наделенная способностью не только убивать, но и собирать информацию, анализировать ее и действовать по обстановке. Вывод парадоксальный, но посмотрим, что может служить подтверждением этого вывода. Шаровая молния. Что это? Или правильнее спрашивать, кто это? Она способна двигаться против ураганов, против ветра, не сносится. Может, с одной стороны, выделять огромное количество тепла, ну, испепелять дерево, обжигать корпус самолета, прожигать дырки в любом материале, а с другой стороны, не оставлять абсолютно никаких следов при прохождении и через металл, и через человеческое тело, и через любую другую преграду. Огненный шар влетел, ну, влетел вот так вот, как от чертаника, сделал, все, и вылетел. Прям ожог. На полу ожог, ну, ожог прямо на полу бы. Свои способности Риф Мухарямов старается не афишировать. О том, что теперь он умеет необъяснимым образом излечивать людей от недугов, рассказывает неохотно. Мужчина откровенно боится, что ученые начнут исследовать его дар, ставить опыты, а может быть, и зачтут сумасшедшим. Ведь уникальные способности проявились у него после контакта с редким атмосферным явлением. До этого он был самым обычным человеком. Я даже не знаю, как сказать это, что шаровая молния, там, какое-то там послание или от Бога. Никак не могу. Но это было чудо, понимаете? Это произошло 45 лет назад, когда Риф Мухарямов проходил срочную службу в Венгрии. Огненный шар едва не лишил его жизни, пропустив через ткани организма несколько тысяч вольт. Значит, я подошел, взял трубку, значит, не донес до уха, вот так держал, и такая искра, вылетел тут же щелчок, и, значит, сильно меня оглушило. Человек успел увидеть только светящийся шар, некрупный. Но почему-то его присутствие отняло последние силы. Я с собой увидел такой шар размером, как футбольный мяч, оранжевого цвета. И, значит, это было мгновение, ну, упал я. То, что произошло дальше, похоже на фантастику. Мухарямов уверен, что благодаря шаровой молнии непостижимым образом побывал в ином измерении. Как солнце, понимаете, появилось солнце, а потом жарко мне, жарко стало. А потом вижу я море, зеркало, вот как зеркало. Неописуемая красота, жизни такой не бывает. Это такая красота, горы, там леса, там птицы поют, чайка летает. А потом, как попал туда, в эту темноту, я и не хотел возвращаться. Мне было там, как в раю, хорошо. Что же случилось с молодым срочником? До сих пор Риф Мухарямов не видел медицинские документы с заключением врача. Да и сам случай военные хранят в строжайшем секрете. Это как секрет было. ЧП, все это значит секрет, все наоборот, старали умалчивать. Так что же это было на самом деле? НЛО или какое-то природное явление? На этот счет у современных исследователей нет сомнений. Мужчина встретился с редким атмосферным явлением, шаровой молнией. Она давно изучена, но и не изведана одновременно. Что собой представляет этот сгусток летающей плазмы, до конца не знает никто. Спаси любого, все мгновенно представляют, что это такое, но на самом деле ответа не знает никто. Книга называлась за гранью законов науки. И в этой книге, собственно, утверждалось, что шаровые молнии и НЛО – это явление, так сказать, одного порядка. Несмотря на огромное количество негативных мнений, никто не в силах оспорить факты, приведенные в книге. Шаровые молнии, как правило, представляют собой, будем говорить, светящиеся овальные или шаровидные объекты. Причем цвета их бывают и белые, и желтые, оранжевые, сиреневые, голубые. И, в принципе, наблюдатели знают, что такими же объектами, такими же цветами иногда бывают расцвеченные и неопознанные объекты. Александр Петухов занимается изучением шаровых молний 40 лет. В своей практике ученый не раз сталкивался с необъяснимыми явлениями. Зачастую эти светящиеся шары вели себя по-разному. Исследователь уверен – шаровыми молниями кто-то управляет. Показательный случай произошел в Техасе 20 лет назад. В жаркий летний вечер в квартиру к совещеннику залетел огненный шар. Диаметром около 15 сантиметров. Цвета спелого апельсина. Он как бы завис посередине комнаты. Вдруг из этого шарика как бы удлинились в виде телескопических антенн два усика, каждой длиной по 70 сантиметров. Этот шарик начал полномерный осмотр всей электронной техники, будь там колонки, электрические, электронные часы и так далее. Все, что находилось в помещении. То есть, когда он, скажем так, изучая все электрические предметы, прошел по периметру комнаты, он опять остановился у окна в центре, втянул в себя эти усики и совершенно в абсолютной тишине вылетел вон. Кроме хозяина дома, свидетелей происшествия поблизости не оказалось. И проверить этот факт невозможно. Так что же это было? Если допустить, что история подлинная, то ее можно смело назвать по меньшей мере сенсацией. Подобная реальность не оставит сомнений. Шаровая молния не просто атмосферное явление. Если этот случай на самом деле имел место, что мы можем говорить? Либо шаровые молнии обладают неким разумом, либо под шаровыми молниями, скажем так, скрываются некие автоматические устройства, просто очень на них похожие. Или мы должны предполагать о том, что сами шаровые молнии могут из себя представлять некие самые механические устройства. То есть условий и причин для тех или иных гипотез здесь достаточно много. Но это, как говорят сейчас, находится в известной степени за гранью наших научных понятий или за гранью нашего научного горизонта. Если предположить, что шаровые молнии наделены разумом, то это значит, что вместе с тем они обладают и памятью. Современным ученым известны тысячи случаев, когда эти летающие шары буквально преследовали одних и тех же людей, более того, при этом молнии влияли на их судьбу. С другой стороны, известен, допустим, случай, когда шаровая молния в отношении конкретной женщины как бы отличалась, ну, я бы не побоюсь даже такого слова, ревность. То есть, когда эта женщина пыталась выйти замуж, а она пыталась это сделать в течение своей жизни около четырех раз, и буквально на второй-третий день ее избранник оказывался убит шаровой молнией, хотя женщина при этом присутствовала, но с ней ничего такого, скажем так, страшного или опасного не свершалось. Исследователям шаровых молний хорошо известна история американца Роя Салливана. В 1942 году она впервые нанесла ему увечья. Тогда шаровая молния обожгла Салливану палец на ноге. Но этим не ограничилось. В 1969-м он вновь оказался в зоне досягаемости светящегося шара. На этот раз молния выжгла Салливану брови. Впоследствии история многократно повторялась. Молния повредила страдальцу плечо, волосы, лодыжки, грудь и живот. После седьмой встречи с небесной посланницей Рой Салливан покончил с собой. Почему? Это так и осталось загадкой. Многие из тех, кто встречался с шаровой молнией или становился ее жертвой, говорят, что она способна оказывать на человека психологическое воздействие. Я сидела записанным столом у балконной двери. Нашла тучи, стало темно. И я решила включить настольную лампу. Я встала, чтобы ее включить. И вместо того, чтобы загореться лампе, вокруг нее вспыхнул необычайно слепящий его чистый свет. Голова же моя оказалась внутри этого свечения. Я испугалась. Подумала, что меня убьет током. Тогда я собрала всю силу воли и дотянулась правой, бывшей вне свечения рукой, и выключила лампу. После этого я смогла вырваться из светящегося ореола и увидела перед собой горящий шар. Он проплыл мимо и исчез. Я долго стояла и не могла пошевелиться, словно он удерживал меня. Ноябрь 1975 года. В советском журнале «Наука и жизнь» появилась статья профессора Игоря Стаханова о шаровой молнии. В конце автор просил читателей написать о своей встрече с шаровой молнией. На адрес редакции со всей страны стали приходить письма. Оказалось, что огромное количество людей действительно встречались с этой аномалией. К концу 1976 года количество писем перевалило за тысячу. Неожиданно для себя ученый оказался обладателем самой большой в мире базы описаний шаровых молний. На основании полученной информации Стаханов сделал сенсационный вывод. Шаровые молнии способны запоминать людей и даже географические особенности местности. Это Медведицкая гряда. Ее местные жители уже давно обходят стороной. По словам старожилов, здесь, на границе Волгоградской и Саратовских областей, обитают настоящие шаровые молнии. Таинственные огненные шары появляются здесь с пугающей чистотой. Кажется, что для поисков разгадки этого явления лучшего места не найти. Вот здесь вот хотят делать, чтобы дом отдых, отдыхать. А здесь черти в улице. Какой же может быть здесь отдых? Ну, а с ребятишками еду на лошадь. Баба, как же так черти в улице? Я говорю, ну вот летают какие-то летуны. И ничего не понятно. Медведицкая гряда единственной в России заповедник шаровых молний. Почти все лето здесь действует передвижной исследовательский городок. Эти люди, охотники за шаровой молнией, используют самодельные приборы. Но главное их оружие – это многолетний опыт наблюдений. Исследователи утверждают, что установили маршруты, по которым летают шаровые молнии. Вот доказательства. Это ожоги на деревьях. Удивительно, но пожаров здесь никогда не было. Да и сами ожоги идут не от земли. Иногда они начинаются на высоте более одного метра. Вот представьте себе. Вот такая вот, может быть, чуть побольше, шаровая молния, примерно такого диаметра. Пролетает здесь. Здесь, естественно, она, может быть, даже не лавирует, может быть, она не пытается пролететь между деревьями. Как летела, так и летит. То есть пролетает, как говорят, как горячий нож сквозь масло. Пролетает мимо деревьев, объедая их со всех сторон. Деревья, как огрызки от яблок, остаются стоять. Шаровая молния улетает куда-то там вдаль, по своим делам мне непонятно, на десятки километров дальше. Недалеко от опаленных деревьев находится чертово логово. Так люди назвали это место за его дурную славу. Каждый десятый из местных жителей потерял здесь родного и близкого человека. Первая официально зарегистрированная жертва была 15 лет назад. Это случилось в 1995 году. В холодный и сырой ноябрьский день пастух Бесен Мамаев, перегоняя дару овец, присел передохнуть на хапку Сема. Его напарник отлучился буквально, по его словам, буквально на секунду. И когда оглянулся, заметил, что вместо человека сидит, как он выразился, черный манекен. Бесен Мамаев был мертв. Вскрытие показало, что ожог шел изнутри тела. Одежда на жертве оказалась абсолютно неповрежденной. Это почерк шаровой молнии. Только она могла пройти сквозь человека. Поэтому тело пастуха было обожжено изнутри. Здесь, на Медведицкой гряде, другого объяснения смерти пастуха Бесена Мамаева искать не приходится. Возможно, в ту рукавую ночь он решил отдохнуть как раз на том месте, где веками проходил маршрут следования шаровых молний. При этом специалисты выдвигают предположение. Шаровая молния способна двигаться не только в атмосфере, но и проходить через многие плотные тела, например, сквозь землю. Эта гипотеза появилась не случайно. Исследователи обнаружили странные пещеры, которые буквально испещрили эти холмы изнутри. Местные жители давно знают об удивительных подземных ходах и сторонятся этих мест. Изучив особенности подземных галерей, спелеологи пришли к выводу, эти глубинные галереи вовсе не похожи на обычные пещеры. Хотя материал стенок настолько хрупкий, что, кажется, пещера должна обвалиться, но что-то держит стенки пещеры, кроме самого материала. То есть, по предположению геологов, стенки предварительно были обожжены. Лучше бы здесь не разговаривать, честно говоря. Однако Медведецкая гряда не единственное место, которое так аномально часто посещают шаровые молнии. В Таджикистане есть загадочный курган, сложенный из округлых камней. Местные жители из поколения в поколение передают сказания об огненном подземном царстве и живущих там злых духах. Они иногда возникают на вершине кургана в виде горящих шаров, окруженных черным сиянием и запахом серы. Так почему же шаровые молнии выбрали для массовых скоплений именно Медведецкую гряду и курган в Таджикистане? Ученые готовы ответить на этот вопрос. Все дело в составе почвы этих районов. Дело-то в том, что на Медведецкой гряде огромное количество песчаника, песчинки, в котором связаны железосодержащим составом. То есть, грубо говоря, они, хотя и не магнитятся, но тем не менее являются прекрасными проводниками. И, естественно, если линейная молния притягивается к такому огромному, к таким огромным массивам, в миллионы тонн весом вот этого железистого песчаника, то там и возникают все, что называется, условия для возникновения из шаровых молний. Но есть и другая, неофициальная версия относительно скопления шаровых молний на определенных территориях. Некоторые ученые не сомневаются, что именно там могут проводиться секретные испытания нового оружия. Возможно, что шаровые молнии присутствуют здесь как издержки процесса. Но вполне может быть, что именно они и есть базовая составляющая этого оружия. Человеческие жертвы в данном случае лишь случайные жертвы экспериментов. Но насколько подобное утверждение близко к истине и возможно ли это? Ученые не отвергают такую идею. Люди давно научились подчинять своей воле дожди, использовать их в военных целях. Сегодня даже землетрясение человек может вызвать при помощи мощного волнового заряда. И это лишь малая толика возможностей так называемого геофизического оружия. Так почему бы и шаровые молнии не использовать в стратегических целях? Ведь их свойства уникальны. И ни одно известное человеку явлениями не обладает. Если удалось бы приготовлять вместо светящихся снарядов или бомб, которые подвешивали на парашютах, получать взрывы шаровых молний большого размера, с большой мощностью, то, конечно, она наводила ужас на первообытных людей. Рунар Кузьмин создает шаровые молнии в лабораторных условиях. Ученый не случайно увлекся загадочным явлением. Сам он четыре раза встречался с шаровой молнией. Первый раз это произошло во время войны в 42-м году. Земляной пол, открытая форточкой, туда влетает шаровая молния размером примерно 10-15 сантиметров, достаточно яркая. Мы с бабушкой вместе, она берет в руки веник, открывает у плиты отверстия, где входит дрова, туда потихонечку веником направляет движение воздуха, шаровая молния влетает в печку, взрывается в трубе, потому что это была пристройка такая, посыпалась сажа, но впечатление было большое. Солнце внутри помещения. Так мальчик описывал свое знакомство с шаровой молнией. Кончилась война. Рунар Кузьмин поступил в университет, занялся наукой. Во время отдыха на даче случилась следующая встреча с небесной посланницей. Юноша пошел на речку и зашел в воду по колено, когда заметил в небе стремительно приближающийся светящийся шар. Она летела с такой скоростью, что ударилась в воду. Такое было впечатление, что она падает. Я стоял рядом по колено в воде и там плавали гуси. Ну, я думал, что вот она сейчас, ну, как все знают, смертельный исход будет и меня эта речка отнесет в Волгу. Ну, все обошлось. И гуси целы, и я был цел. Рунар Кузьмин остался жив. Молния не тронула его. Но, может быть, для того, чтобы спустя много лет, став известным ученым, он нашел ответ на вопрос, что такое шаровая молния? Пока он всего лишь пытается создать это чудо в лабораторных условиях. Но у него есть серьезные конкуренты. Нам удалось создать установку, которая делает вот эти самые светящиеся образования или плазмоиды, которые мы воспроизводим почти со стопроцентной вероятностью. И, следовательно, вот здесь возникло принципиальное отличие нас от других, мы стали иметь возможность изучать их на систематической основе. Как же появляется шаровая молния в природе? Исчерпывающий ответ на этот вопрос могут дать физики. Как правило, серьезный атмосферный процесс начинается с заряженной грозовой тучи. Чтобы образовалась обычная линейная молния, путь ей должен пробить так называемый лидер. Это тоненький канал от тучи к земле. Он соединяет их вертикально, и заряд по каналу возвращается обратно. Тогда мы видим яркую вспышку линейной молнии. Но если лидер не смог достигнуть земли, образуется шаровая молния. Примерно тот же процесс происходит на столе в этой лаборатории. Только вместо тучи мощный генератор, а вместо удара лидера опытная рука экспериментатора. Удар замыкает цепь на долю секунды, и мощный заряд следует от батареи к металлическому стержню, конец которого находится в воде. Над поверхностью воды всплывает горящий шар. Так выглядит лабораторная шаровая молния. Неужели ученые так просто нашли то, что искали? Удивительно, но если разгадка явления оказалась на поверхности, то почему же у человечества ушли на это изобретение сотни лет? Нет, но нам, может быть, как говорится, больше повезло, что к нашему времени просто больше в навыке стало известно. Однако не стоит недооценивать великие умы прошлого. Шаровую молнию изучают давно. В России этим занимались Михаил Ломоносов и Георг Рихман. Июль 1753 года. Двое ученых во время грозы направились к своим домашним установкам для проведения экспериментов с атмосферным электричеством. Установка Рихмана находилась на столе в сене. Налетел сильный порыв ветра. Рихман приблизился к электрометру и остановился от него на расстоянии 30 сантиметров. Неожиданно из толстого железного прута прямо в голову ученого ударил бледно-голубой огненный шар величиной скула. Это была шаровая молния. Вскоре приблил Ломоносов с врачом. Однако спасти Георга Рихмана, выдающегося ученого, стоявшего у истоков изучения атмосферного электричества, было уже нельзя. По сведениям историков, более успешен в своих изысканиях оказался исследователь Никола Тесла. В своей лаборатории в Колорадо-Спрингс он сконструировал гигантский плазмогенератор, во время работы которого наблюдались огненные шары. Основное его достижение связано в том, что мало того, что он впервые получил вот эти устойчивые, компактные образования, но и он смог транспортировать на большие расстояния и вызвать уже в удаленных местах появление плазменных образований дистанционно. До успеха Никола Тесла экспериментаторам из Института ядерной физики в Петербурге еще далеко, пока их рукотворная шаровая молния не имеет тех свойств, которыми обладает настоящая. Их шаровая молния всплывает в атмосфере немедленно после ее возникновения и далее разрушается. Реально шаровая молния ведет себя активно в своем движении относительно воздуха, ведет себя активно и движется иной раз против ветра. Это же совершенно, очевидно, сдувается потоком. Время жизни, оно очень небольшое. То, что мы видим, те изображения, которые показываются, это лишь один кадр. Не исключено, что ученые из Института ядерной физики находятся на верном пути. Осталось совершенствовать методы и научную аппаратуру. Но закрывать вопрос о многочисленных загадках шаровой молнии еще рано. А вот если вы имеете дело с Останковской башней, то там большие громоотводы. Если на одном громоотводе сделать разрыв, загнуть конец вверх, вот как у нас здесь и поместить таз с водой, там будут регулярно вылетать большие шаровые молнии. Если вы с начальством пожарного договоритесь, то можете поставить великолепные эксперименты. Я давно мечтаю о громоотводе 300 метров высоты. Но эти планы пока никто не берется осуществить. Настоящие исследователи говорят, что то, что можно с легкостью объяснить, достойно того, чтобы существовать в теории. Когда я слышу периодически о сообщениях, что в одной лаборатории, в другой, в третьей, в 25-й, в 101-й лаборатории сумели воссоздать шаровую молнию, я вспоминаю фантастические рассказы позапрошлого века о том, как из кусков мертвецов пытались оживить человека Франкенштейна. Зато по данным независимых экспертов в секретных лабораториях стратегического назначения удалось добиться больших результатов. Ведь еще в Советском Союзе военные начали серьезно изучать шаровые молнии. В конце 70-х с помощью радиолокационных станций были зафиксированы радарные отметки неизвестной природы. Эти объекты или цели, как говорят военные, получили название «Ангелы». Вот это так устроено, что если находятся самолеты в полете, то они отвечают на запрашиваемый сигнал свой-чужой. В этом случае такие, как говорится, метки светящиеся на это не отвечают. Исследование показало, что «Ангелы» очень похожи на шаровые молнии, но гораздо большие способны летать на высоте нескольких километров. Если это так, то значит шаровая молния может проявлять активность не только вблизи от земной поверхности, но и в высших слоях атмосферы. Но значит ли это, что она представляет собой угрозу для противовоздушной обороны и безопасности государства? В районе города Мукачево в сентябре месяце совершался тоже тренировочный полет уже на самолете МИГ. В момент набора высоты перед летчиком возникла огромная светящая сфера и в результате это было взрывное разрушение носа самолета. В этом случае самолет загорелся, начал падать, летчик вовремя конкуртировался, но самолет потерпел аварию. В соответствии с секретной директивой вся информация о неопознанных летающих объектах должна была стекаться в центр по проблемам аномальных аэрокосмических явлений. Военные получали инструкции на случай, если поблизости будет зафиксировано НЛО. Даже рядовые знали, что в подобном случае следует немедленно информировать командование. Мы находились в ясном контакте с результативностью работы ПВО, ну вот, значит, противовоздушной обороны. И нам давали очень много полезного для нас материала, не столько описаний, но говорили, что вот там-то и там-то нештатная цель. За шаровыми молниями Алексей Дмитриев наблюдает в течение 17 лет. Он собрал уникальную информацию об этих таинственных атмосферных явлениях. Сегодня Дмитриев уверен, молнии действительно очень часто появляются над одними и теми же территориями. Но что привлекает их туда? Чтобы привести свои знания в систему, ученый составил карту подобных мест. Это Карелия, некоторые районы Подмосковья, Воронежская область и Прибалтика. Но все же наиболее интересным регионом, по мнению геофизиков, является Алталь. Именно здесь объектов, похожих на шаровые молнии, оказалось больше всего. Однажды, совершая поездку по Алтаю, Алексей Дмитриев стал очевидцем необъяснимого явления. В одной из ночей ученый сквой сон услышал звук, сильно напоминающий гудение майского жука. Но вместе с тем Дмитриев знал, это насекомое не обитает в здешних широтах. Любопытство заставило исследователя открыть глаза. Вдруг вижу, что у меня, так сказать, буквально на уровне ступней сантиметров двадцати пинг-понговый шарик вот такой величины. Вот. Он, значит, оранжевого цвета, имеет ауру 15 сантиметров, розоватую, и время от времени пронизывается эта аура лучиками, то изумрудными, то голубыми. Ну, в общем, очень красивые изделия. Вот. И вот оно начинает лететь. Причем летит, описывая синусоиду моего тела. Долетает до носоглотки, вот на уровне подбородка, останавливается и по прямой обратно к ногам. Так в чем же заключается природа этих явлений? И можно ли утверждать, что маленькие шаровые молнии над землей и огромные светящиеся шары в заоблачной выси одно и то же? Данные, которыми располагают исследователи атмосферных явлений, противоречивы. Установлено, что искусственные шаровые молнии, созданные при помощи лабораторной аппаратуры, недолговечны. Они живут считанные секунды. Зато светящиеся шары, встреченные очевидцами в природных условиях, способны просуществовать гораздо дольше. К тому же, по всей видимости, они могут менять свою температуру. Шаровая молния имеет огромную температуру не менее 10 тысяч градусов, то есть, своего рода, холодную плазму. С другой стороны, известно несколько случаев, когда шаровая молния пролетала в 20-30 сантиметрах от лица или бока очевидцы, он при этом чувствовал только легкий нагрев и как бы электрическое покалывание ничего больше. А если бы температура там была около 10 тысяч градусов, при таком незначительном расстоянии, как считанные сантиметры, его бы испепелило. Так какова же на самом деле средняя температура шаровой молнии? Если предположить, что она составляет несколько тысяч градусов по Цельсию, то очевидно, что людей, встретившихся с явлением лицом к лицу, ожидала бы неминуемая гибель. Было и другой, допустим, случай. Он был в свое время, кажется, в Подмосковье. Просто молодая парочка, гуляя на опушке леса, попала в сильную грозу. Рядом с ними ударила линейная молния. Это они помнят точно. А потом, когда уже гроза закончилась, и они уже мокрые после дождя вышли в поле, на них надвинулся трехметровый белесый шар. Он как бы их на секунду поглотил, после чего они перестали видеть все окружающее пространство. А потом с тихим шерстом он, допустим, рассыпался. Это было после обеда. Я легла отдохнуть, смотрела на стену, и вдруг увидела вдоль этой стены двигался яркий шарик. Он был похож на солнечного зайчика, или на пятно круглое от фонарика. я не испугалась, я захотела его потрогать. Я протянула к стене руку и резко отдернула ее, потому что что-то закрохотало. Я спряталась под одеялом. Преодолев страх, Ульяна посмотрела в окно и увидела, что пламенем объят дом напротив. Сомнений не оставалось. Скорее всего, шаровая молния выбрала себе другую жертву. Рядом с домом стояли два столба деревянных и их верх был превращен в щепки. Люди отовсюду бежали и кричали и бежали с водой. Если допустить, что причиной возгорания действительно стала шаровая молния, то невольно напрашивается вывод. Этот летающий сгусток плазмы обладает огромным диапазоном температур. Ведь иногда он не наносит людям вреда, даже соприкоснувшись с кожным покровом. Но в некоторых случаях способен в считанные секунды накалиться до предела. Тогда происходит взрыв. Так что же за процессы происходят внутри светящейся субстанции? Во-первых, она легче воздуха, ясное дело. Во-вторых, у нее свойства связаны с тем, что давление внутри и внешнее давление они разные. Потому что иначе бы она сразу бы лопалась. Понимаете? Или уравнивешенные, равные, близкие. это, так сказать, яркость, химические процессы, которые идут. Там по поверхности жидкость прямо было видно, как идут ручьи, такие, как медуза. Только еще двигалась гидродинамика, как бы, получает стечение. Многие очевидцы рассказывают, что шаровая молния свободно проходит сквозь оконное стекло или стену дома. Поверхность при этом остается неповрежденной. Не трудно представить, что если бы температура молнии составляла тысячи градусов, это было бы невозможно. Любое стекло не просто деформируется, а моментально плавится в таких условиях. Так значит ли это, что температура внутри субстанции постоянно меняется? И под влиянием чего это происходит? Если представить, что молния проделывает это сама, то сомнений не остается. Она действительно разумна. есть такой генератор Тесла. Он используется для того, чтобы определять течи в стекле. Вот если у вас есть микроскопические дырки, и вы подносите это с собой острие этого прибора, то значит там проскакивает искра, и в эту самую дырку она проходит внутрь. Ученые не сомневаются. В данном случае молния способна просочиться даже сквозь ничтожно маленькое отверстие, дыру или щель. Она проделывает это за считанные доли секунды, и наблюдателю может показаться, что огненный шар легко прошел сквозь препятствия. Еще об одном удивительном свойстве шаровой молнии поведал миру один американский фермер. Он утверждал, что однажды странный огненный шар прошел прямо сквозь его тело. К счастью, ожог оказался не сильным, и фермер остался жив. Уже дома он обнаружил на коже затейливый отпечаток, как раз там, где молния соприкоснулась с тканями. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но удивительной оказалась сама форма ожога. Она в деталях передавала пейзаж местности, где фермер встретился с небесной посланницей. Напуганный мужчина обратился к врачам, и они зафиксировали явление. В это невозможно поверить, но исследователи выяснили, что подобные случаи на самом деле многочисленны. Своеобразную метку, оставленную молнией на теле живого существа, пришлось назвать керонографией. Так что же это такое? И можно ли объяснить природу загадочного явления? Установлено, что форма ожога может оказаться самой неожиданной. Например, будет представлять собой четкие геометрические фигуры, контуры растения или насекомого, и даже лицо человека. Время спустя изображение обычно превращается в красно-коричневое пятно, которое постепенно рассыпается на мелкие детали. Но иногда такие картины остаются на теле навсегда. Так стоит ли называть это мистикой? Или этому есть более прозаическое объяснение? Ну, вот если вы возьмете, например, электрод, кусок провода, и пластину металлическую, так, значит, под разными потенциалами, так, и положите сюда, ну, какой-то там диэлектрик, ну, типа стекла или что-то еще, и, значит, поднесете это, значит, к этому стеклу. Вы тоже получаете фигуру. Значит, орнамент такой очень красивый, фигура Лихтенберга. Так что, так сказать, такие вещи возможны. С точки зрения физики можно объяснить и некоторые другие свойства шаровой молнии. Например, очевидцы замечали, что, оказавшись в комнате, светящийся шар сразу же направляется в сторону электроприборов. Но ученых вовсе не удивляет этот факт. Они объясняют его самой природой этого явления. И удивляться здесь нечему. По словам физиков, так и должно быть. Это случилось после грозы. Я хотел включить телевизор, приготовился поднести штепсель к розетке, и где-то, когда еще остановилось, сантиметров 70 до розетки, вдруг из него, из розетки вылетел какой-то яркий, круглый шарик светящийся. Я вообще не понял, что это. Это уже потом мне рассказали, что это шаровая молния. Мне вначале показалось, что это какой-то зверек, который хочет меня понюхать. на каком-то подсознательном инстинктивном уровне я чувствовал какое-то ощущение опасности. И он потом сел мне на руку, я ощутил резкую боль. Сколько это продолжалось, я вообще не могу сказать, может быть, секунду, может, несколько секунд. Все было бы четко разложено по полочкам с помощью теории об электрическом происхождении шаровой молнии, если бы не тысячи нот. Другие загадки шаровых молний не дают ученым ставить точки в своих исследованиях. Известный случай, когда шарая молния убила человека, и вся семья видела, как она тянула за собой массу в 60 килограмм, 60 килограмм, а тянул, так сказать, объект массой в несколько грамм. С точки зрения традиционной физики это невозможно. И это далеко не единственный случай, когда поведению шаровых молний ученые попросту не могут дать объяснения. Япония, 2005 год. Группа школьников путешествует в горах. Там их и застает сильная гроза. Чтобы не растерять детей, учитель заставляет каждого обвязаться веревкой, так, чтобы дети шли вереницей. Вскоре после того, как это было проделано, в цепочку спасающихся людей ударила молния. При этом оказался убит каждый третий ребенок. Остальные не пострадали. Отчего все произошло именно так, ученые не смогли объяснить, хотя и пытались. В 1987 году группа английских ученых выдвинула сенсационную версию. Шаровая молния не что иное, как гость из параллельного мира. Это объект другой мерности пространства. То есть, если хотите, это гость из иного мира в наш трехмерный мир. Вот. Шаровая молния это объект и процесс мира, в котором нет объектов и процессов, связанных с веществом. По одной из версий, выдвинутой Дмитриевым, шаровые молнии дрейфуют по параллельным мирам, практически осуществляя путешествия по разным измерениям. Причем, их число предположительно достигает нескольких десятков. Исследуя топологию пространства чисто математическими методами, получается, что при разных начальных условиях задачи математики показали, что таких мерностей может быть в теории от пяти до тридцати одного измерения. Человек привычно воспринимает четыре известных измерения высоту, длину, ширину и время. Что представляют собой остальные, представить невозможно. Так же, как и то, в каком из параллельных миров и с какой целью бывают эти сгустки плазмы, шаровые молнии. Если бы человеку представилось это некое пространство уже с пятью или десятью и большими осями измерений, просто наш мозг для осознания этого пространства он, скажем так, не приспособлен. Именно этим и объясняется то, что очень часто шаровые молнии появляются неожиданно, без всяких на то причин, в ясную погоду и при отсутствии линейных молний. Существует еще одна гипотеза, с помощью которой исследователи пытаются объяснить роль шаровых молний в природе. Не так давно ее выдвинули французские ученые. Так, по их мнению, выглядит концепция живой планеты. В соответствии с ней Земля является живым существом, частью большого организма. Для молний в нем отводится роль нервной системы, как каналы связи между отдаленными частями единого существа. С их помощью можно практически моментально передавать информацию. Более эффективных способов до сих пор не существует. По поводу этой версии до сих пор продолжаются жаркие споры. Представители классических наук в корне не согласны с подобным видением вопроса. Физики утверждают, что природа возникновения жаровых молний не укладывается в рамки гипотезы. Оппоненты готовы спорить, отметая привычные устаревшие догмы. Если человек уже серьезно пишет статьи про шаровую молнию, он никогда не станет членковым. Когда он не станет академиком, это значит, выбывает из игры. Занятие шаровой молнией вполне определяет то, что человек становится изгоем из большой общественности. Ну вот, он уже подорвал репутацию, пускай на него есть другие хорошие результаты, но вот он никогда не может войти в эстеплишмент физической науке, вот он вот такой маргинал. Ученые не отказываются от исследований в данной области. Ни один уникальный случай, связанный с появлением шаровой молнии, не остается без внимания. Это произошло в 58-м году. Команда альпинистов во главе с Владимиром Ковуненко участвовала в соревнованиях. Спортсмены вышли на гребень, разбили лагерь для ночлега. Но вскоре покой отдыхающих людей нарушила сильная гроза. И увидел размер теннисного мячика такой фосфорический шарик. Потом этот шарик начал контачить. Был момент, когда я был уверен, что меня жгут электросваркой. Что происходит, никто не знал. Результатом встречи с бушующей стихией стала трагедия. Один из альпинистов Николай Иванов погиб. Другие получили тяжелые ожоги. Затем перенесли операции по пересадке кожи. Для большинства вслед за этим последовали годы реабилитации. Но долгое время никто из участников трагедии так и не догадывался, что в ту ночь все они пострадали от визита шаровой молнии. Этот факт удалось установить время спустя, когда фрагменты обожженной одежды и палаток прошли экспертизу. Специалисты утверждают, подобные случаи не так уж и редки. Шаровую молнию можно встретить не только в горах, но и на любых других территориях. Конечно, встреча с пульсирующим плазменным шаром скорее всего окажется неисприятна. И все же трагедии можно избежать. Ученые уверены, в большинстве случаев при встрече с шаровой молнией людей губит паника, а вовсе не электрический разряд. Человек в страхе первое, что он стремится сделать, он старается убежать. И вот с одной стороны эту реакцию понять можно, но эта реакция в общем-то является очень опасной. Потому что когда человек бежит, за его спиной как правило возникает некое разрежение атмосферного давления и шаровая молния как в кильваторной струе от корабля начинает его преследовать. Чем быстрее человек бежит, тем быстрее за ним устремляется шаровая молния. И поэтому не зря и возникла такая в полусерьез, в полушутку скажем рекомендация, что с шаровой молнией надо себя вести как с бешеной собакой. То есть надо быть готовым ко всему. Но по крайней мере сейчас оптимальным является такая манера поведения, по которой нужно никуда не бежать, а либо застыть, либо очень плавно и медленно, как бы страх не обуял человека, просто лечь на землю. Современные исследователи сходятся во мнении. Встречь шаровыми молниями по возможности следует избегать. Для этого разработаны специальные системы техники безопасности. Их соблюдение гарантирует практически стопроцентное спасение и возможность не получить ожоги на долгую память. Данные правила необходимо знать и соблюдать всем, ведь сегодня на планете есть считанные единицы людей, которые не боятся встреч с летающими разрядами электричества. Бог, дай мне энергию, заряди меня, пожалуйста. Поначалу поведение Арифа Мухарямова близкие называли чудачеством, но спустя время они убедились в обратном. Мужчина пытался лечить людей, и это у него получалось. Каким образом, не может объяснить даже он сам. Свою друга я вытащил из больницы, то есть помог встать на ноги. потом долгое время не занимался, но семье помогает время от времени. Риф Мухарямов теперь относит себя к числу тех людей, которые не боятся шаровых молний. Когда-то встреча с ними подарила ему уникальную возможность помогать людям. Природу этого дара обладатель еще не смог понять до конца. И потому уверен, если судьба уготовит ему еще одну встречу шаровой молнии, он непременно заговорит с ней. К этому атмосферному явлению у него много вопросов. Ведь ответ от ученых он так и не получил. Проштудировав литературу, Мухарямов понял, пока исследователи не могут ответить на его вопросы. Ведь даже для них природа шаровой молнии до сих пор остается загадкой. литерат Редактор субтитров А.Семкин